Друзья, добрый день! Приветствую всех в Лондоне. Сегодня пойдем гулять по Covent Garden, если по-русски читать, да? Английские номинования. Здесь есть отдельная станция метро, она так и называется Covent Garden. Это центральная часть Лондона. И что из себя представляет район? Это скопление магазинов, ресторанов. Есть небольшой такой блошиный рынок, я бы сказала. И есть несколько отелей. Отели какие, сейчас я вам покажу, если кто-то решит выбрать остановиться здесь. Значит, вот, смотрите, отели Генриетта отель, Надлер Hotel и Z Hotel. Вот, видите, да? Это информация для путешествующих. Так, ну что, пойдемте. Сейчас подойдем к центральному такому зданию Covent Garden. Внутри там расположен небольшой рынок. И здесь под Новый год очень красивые декорации устраивают. Ну, вот, сейчас, видите, все магазины. Вот, Tiffany знаменитый, ювелирный бренд. Как они украсили. Чудесная погода. Где-то 20... Сейчас где-то град 7-20, но обещают 23 к полудню. Вот еще здесь есть такой интересный вид транспорта для туристов больше. Видите? Я уж не знаю, как он называется. Это что-то из Азии, конечно, пришло к нам, в Лондон. И Covent Garden — это, конечно, масса цветочных композиций. Весь Лондон утопает в зелени, но здесь особенно. Смотрите, какое украшение. Паба. Так, ну и смотрите, кого интересуют магазины, какие есть здесь по пути. Я уже перечислять не буду. Да, мы обычно очень четко подмечают марки, которые им интересны. А вот это живые фигуры. Вообще, вот, чтобы работать под живыми фигурами, да, или какими-то музыкальными исполнителями в Лондоне, они получают специальную лицензию даже, проходят такой отбор и получают лицензию. Ну, не просто так, не каждый может прийти там и петь, танцевать. Нет. Они проводят даже специальный отбор. И они должны иметь определенное образование. Какие-то цветочные композиции. Какие-то цветочные. Красивые. Какие-то магазины спутки начинают давать на летнюю коллекцию. И вот здесь обычно. Версия, заходите. Здесь благородство. И, заходите. Вы- здание. Да, это очень хороший вывел. Эти места в надежде. Да, эти места, крестующие. Все-все в где-то. Все-все в Германии, а для того, чтобы брать оно! И сейчас пройдем внутрь, потому что вот здесь внутри в этой аллее Там тоже есть пространство Здесь и свежие Покурить, в принципе, здесь можно Здесь вот эта часть, там еще дальше есть Вот, смотрите, ну как Это все ручной работы Здесь выставляют свои изделия люди Ну, продают Так, сейчас время около 12 часов, видите Выходной день, поэтому все выбрались как Ну, поздний завтрак, вообще называется это в Европе Если английское такое слово есть, вранч Очень оживленное такое место, характерное для Лондона Вот в этом чувствуется именно, как говорится, Англия и ее все движение Да, лучший наряд Ну и так, здесь можно повидать разные наряды даже в супермаркете Так, вот центральное авенео Пройдем Но хотя вот выступление один раз я наблюдала здесь такой случай Жонглер был, он жонглировал деревянными, я не знаю, палочками такими И это, конечно, все на скорости, sorry И это все, конечно, на... ну, он подбрасывает, они летят с достаточно высокой скоростью И что-то у него пошло не так И одна... значит, эта палочка, она отскочила И женщине по голове дала Вот, поэтому, ну, и как-то она так, ну, чуть-чуть, она так пошатнулась И... ну, она не упала, по-моему, она с кем-то была И они раз, она с кем-то, ну, потихонечку там стали отходить А этот жонглер, он даже, он сказал только, sorry И все, и продолжил жонглировать дальше Это меня немножко так шокировало, если честно Да, Ваня? Ну, он так не зарабатывает, как может, да Вот, поэтому аккуратно смотрите Если видите, кто-то что-то подбрасывает в воздух Он может промахнуться Много очень вот переведцов Людей поют И у них шикарная пушка голоса Потому что они тоже проходят отдельно Отбор специальный Должны иметь образование Просто так кого-то не берут Сейчас я хочу вам еще показать внутри Вот, там Я заходила, мы кушали Я вот тоже там была очень вкусная В общем, мы едем в Лондоне Никто не готовят везде Кухни разные Как правило, здесь, например, есть итальянский магазин То владелец будет итальянец И итальянцы будут письма певать за ним И вот как официанты Это уже наняты с любой национальности Потому что официантами берут, конечно, молодежь, в основном И, например, вы можете обратить внимание В разных... Да, это вот здесь В разных Макдональдсах, да По Европе В фастфудах Работают в основном Молодежь Оказывается, они Имеют право им платить меньше Прожиточного Ну, такого минимума, скажем Если вот минимум в Англии, например, там Восемь с лишним Около девяти фунтов в час То Школьникам Или там до пятнадцати Или до семнадцати лет Они могут платить пять фунтов в час Поэтому Ну, вот Тем по сходам им очень выгодно Да, вот здесь вот видите Вот ресторанчики Очень вкусно здесь как-то Мне понравилось Можете приходить тоже кушать Это внутри Ковенгардена Вот Здесь такой небольшой футкорт Можно что-то выбрать Стоимость, ну, в принципе За двенадцать фунтов Ну, горячий как бы где-то Но здесь была очень большая порция Если вы берете одну порцию Вы наедитесь с лихвой Ну, как бы одно горячее Это Да, как, например У нас бывает там закажешь И вроде заплатил И голодный остался Потому что порция совсем маленькая Нет, здесь порция очень большая Пойдемте чуть-чуть вокруг по району Погуляемся еще Прям такая погода Душа поет Что здесь можно наблюдать Например, вот там впереди Я вижу очередь стоит И есть тут, например, чайные Какие-то лавки азиатские Где кто-то придумал какой-то чай И всем он очень нравится И может стоять очередь За каким-то чаем Или за бутербродом каким-то И вот там, видите, народ тоже стоит Они явно стоят за едой Это азиатская какая-то И вот там когда-то А здесь уже больше такой, видите, китайский какой-то рынок. Ну и обмены валюты, и всё на свете. Так, я хочу, чтобы мы прошли сквозь вот этот полу-китайский базар. И тут прям пахнет Китаем. Вот, всё выглядит. А да, вот, видите, по точке 10 фунтов. Цены далеко не китайские. Недалеко здесь уже и до Темзе река. Лондон стоит на Темзе. Там можно еду какую-то купить, ну и говорю такое, глашины. Всё подряд. Мирный магазин есть. Давайте вокруг обойдём, чтобы не было. Вот у девушки такой голос немножко тиховат. Я вчера гуляла по Оксфорд-3. и там пела негритянка, как бы чернокожая девушка, африканка. У неё такой шикарный голос, вот как у Видни Шьюстон. И диапазон просто шикарный. Я добавлю в конце этого видео вам коротенькое её выступление. Вот и такси ждут своих клиентов. И такси ждут своих клиентов. Он такой, кажется, маленький, но на самом деле занимает время пройти. Сейчас я всё-таки хочу снаружи вас провести, чтобы вы посмотрели. И такси ждут своих местах. И такси ждут своих местах. И такси ждут своих местах. Неменитые британские будки, которые являются достопримечательностью. Вообще вот эти автоматы, они даже работают. не пользуются же никто, но тем не менее они в рабочем состоянии и можно воспользоваться. и такси ждут своих местах. Да, мода здесь очень разная. Пока от велосипедов, как я упоминала. Таня, в видео. Рестораны в Лондоне и кафе в целом работают где-то до восьми часов. Восьми что-то работает позже. Ну вот кофейни, они закрываются очень рано. Кофейни максимум до восьми, на то и там шесть-пять часов, все. Дальше рестораны работают. Рестораны, ну вот до часов, да, одиннадцати могут быть. А такое, что ночью, это пабы. Ну доставки, если онлайн, да, здесь очень пользуются спросом. Если ночью, то кроме как онлайн, еду нигде не закажешь. Супермаркеты есть, которые работают. Но они в выходные, закрываются очень рано, обычно пять. А в будние дни до девяти, одиннадцать, максимум двенадцать часов. Вот здесь по Лондону. Если какие-то маленькие городки Англии, там, конечно, все работает намного меньше. И они закрываются там часов шесть. После шести уже с голоду упереть можно. Так, вот такой район. Прямо можно поворачивать любую улицу. И везде будет интересная архитектура и оформление. Бриллика некрасиво оформляется. Да, они свои. Входы в кафе, в магазины. Я просто обожаю вот такие цветочные композиции. Еще такая здесь есть привычка. Можно вечером, если гулять, то видеть люди, например, со стаканами, там, с бокалами вина, пива. Они просто возле паба стоят на улице. Потому что они так орут внутри, вот кто, что там просто невозможно разговаривать. Ну, они сами даже. Поэтому выходят наружу, чтобы можно было пообщаться. Так, друзья. Ну, вот с большего мы прогулялись по Ковенгарден. Я надеюсь, вам понравился обзор. И вот на такой ноте здесь циркушка. Я думаю, что закончим мы видео и увидимся в следующем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok